Здарова, мои стратегические жевжики! Вы видите, слышите Алексея Халецкого. Вы знаете, что вы на канале Лёша играет, и я продолжаю на уровне сложить божество эту очень-очень сложенную партию за Египет. Тем не менее, рекомендую начать смотреть с первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео, потому что с самого начала поймёте, как тут всё тяжело. Что мне дадут за это? Ну там, какое-то дипломатических очков, какое-то количество, ещё что. Ну так себе, конечно, тут армия из Конго прибыла. Фиг знает, откуда пёрся. У Конго 5000 сила. Современные португальские. Ещё и из Португалии тоже хрен знает откуда. Вот Португалия где? Вот Конго. Из самых дальних уголков. Операция по умиротворению Египта, но мне кажется, уже поздно. Слушайте, может там заменить какую-нибудь угольную на атомную? Я вряд ли буду сейчас... Так, значит, я хотел коллективизм поставить. И на алюминий тоже так сделаю. А вот вместо чего коллективизм? Видимо, вместо рационализма, конечно, жалко науку убирать. Но либерализм, поверьте мне, больше науки мне даёт вот именно счастье. Поэтому давайте коллективизм. Видите, 8 производства. 5 ходов, а было 7, по-моему, в начале хода. Всё, по чеку так полетел. То есть у меня 27 ходов. 25. У меня 25 ходов. На то, чтобы угнаться за ним. Думаете, успею? Так, тут продолжаем везде. Чтоб самолёты не использовать. Так. А почему я не могу отремонтировать стены в Мадриде? Не пойму. Так, всё, мы в золотом веке. Всё, мы в золотом веке. Всё, по-моему, почему-то Кадис Кореи отваливается. Ну, а, значит, его забирать будет. Странно, честно говоря. А у Кореи какой век? А, ну тоже золотой. Судоходство в гавани, чисто деньги получить. Так. Дальше. Ну, в синтетическую технократию. Я вот не знаю, заменять ли мне коммунизм на синтетическую технократию. Потому что коммунизм науку даёт. У меня станет меньше науки, если я заменю. Александр продолжает перемалывать свою армию об этих города. Кстати, алюминий надо вот этот обработать. Чтобы этого рабочего надо сюда перебрасывать. Всё, надо проверить ещё другие победы. Там и по дипломатии было у Перикла много очков. И по туризму кто-то пытался. Правда, я не слышу, чтобы рок-группы играли сейчас. Подождите. У Эфиопии, смотрите, осталось преобладание своей культурой всего одного игрока. Вау. Скорее всего, это Византия. Сейчас проверим. Ну, нам надо на ядерное топливо переходить. А тут пока ничего не меняю. Ну-ка. Культура. Через шесть ходов Эфиопия культуры побеждает. А, кстати, не Византия и не Грязь, а... Именно Инг. Инг с Эфиопией, реально. Инг пытается наукой победить. Эфиопия. Вау. Так, а дипломатия ещё была? Четыр. Ну, тут не получится. Смотрите, а Филипп шёл в победу религии. Нормально. Нормально. О, уже ко мне Кадис отваливается. Тогда не будем его брать. Так, когда тут Лас Пальмас и Лакаруни отвалятся? Когда чисто юнитами займёмся? А, не будем там помогать Греку с Александрией. Зачем? Провалил задание похитить средства и науку. К сожалению. Ну, я никак там не могу, ребят, остановить вообще. Голодать будет город. И тут будет голодать. Греку сего, но науку. Продолжение следует... Продолжение следует... Такие высокие шансы... Так... Кампус невозможно тут строить... Да... Ремонт внешних укреплений... Проект... Ну... Смысл... А вот смысл это все с другой стороны... Я все равно ядерку не успею бросить... Скорее всего... Здесь я могу ремонт внешних укреплений сделать... А в Мадриде почему-то нет... Может потому что военные лагери... Атаковали... Не, не буду атаковать... А можно отменить? Блин... Мне игра не дает ход закончить... Требует чтобы я проатаковал... Вообще-то нечестно... Ну что, Кадис вроде сейчас ко мне присоединится... У меня еще шесть ходов... Так, а эти когда отвалятся... Три хода... Лас Пальмас и Лакаруни отваливаются по лояльности... Причем Лас Пальмас столица Испании... Разбитые танковые армии пытаются взять Толедо... Чтобы военную агрессию закончить... Я уже не осуждаю... Тут это не имеет смысла... На данном этапе... Уже тут... Чтобы время не тратить... Вот это вот... Дистрактивно от дистрактивного... Дистрактивно от дистрактивного... 5% культуры... Губернатор дает лояльность... Бессмысленно... Эх... Не удалось его... Так заколупать... Городом... Странно, что линейная пехота... Прям два раза надо... Обстреливать... Этими... Современными... Бомбардировщиками... Ну... Ждем присоединения Кадиса... Чтобы алюминий обработал... Вообще мне надо алюминий купить... Кому дадим... Не знаю... Давайте Рейну... Так... Продолжаем... Везде исследовательские гранты... Стадион... Нафиг надо сейчас поторговать... Счастья мало... Так... Эти ребята... Никто тут не хочет заключить мир... А у меня только хлопок... На торговлю... Вообще-то... У кого-нибудь вообще есть какие-нибудь... Кресы... Так... Чтобы... Хлопок... Можно было продать... 117 вход... Что-то ни у кого ничего... Да и хлопок я мало кому... Так... С Испанией я не торгую... Я не торгую... Шинс... Ну ему хлопок не нужен... Кстати мне еще... Алюминий надо купить... О! Инк... Он правда улетает... Но я думаю... От хлопка он не откажется... Да... Слушайте... Я даже соглашусь на эту сделку... Так... Уголь пока не нужен... Алюминий... Ну... Немного алюминия надо... Слушайте... Алюминий только у трех... Считая меня... Не знаю... Давайте... Четыре купим... Вот... За уран... О... Зашибись... Он так нормально... 14 алюминия за 6 урана... Примем... А че у меня... Нафига мне уран? Мне кстати бы... Ядерную... Атомную электростанцию поставить... Но... Все... Я с этим... Торможу... Звук... Блин... Надо смотреть каждый ход... Культурная победа в Эфиопе... Это прям даже интересно... Видите... Либо Эфиоп... Культурой... Либо... ИНК наукой... Ну там 6 написано... Потому что он там явно... Эти... Концерты играет.. Без концертов... Он конечно же ничего не сделает... Странно, что Инк Главный соперник по культуре По туризму У него культуры меньше, чем у остальных Ну что? На кого ставите? На Инка, на Эфиопа или все-таки на меня? Что я догоню? 415 науки мало, конечно Если помните мои прошлые прохождения Там тысяча была Так, сейчас я подумаю По поводу синтетической Технократии Потому что это снизит мне Так Инк все еще по одному световому году летит 8 ходов Видите, не хватает Я бы все-таки на Инка поставил Может, Кадис захватим? Попробуем Сейчас 107 силы Не особо Больно будут мои бомбардировщики По нему бомбить А Александрия Когда ко мне присоединится Боже, еще 4 хода Как минимум И тут 4 хода Кадис А Лакаруни И Лас Пальмус Следующим ходом Отваливаются Мне, наверное, надо бы Вот эти города Странно, что Барселона Не отваливается Или от... Все отваливается Да Тут 10% науки Синтетическая технократия Ну, синтетическая технократия Энергию даст И проекты Блин, ну давайте попробуем Ладно 393 науки Так Давайте тут Разбираться Что мы поставим Здесь нам точно Нужно на уголь Пока И на алюминий Просто посмотрим Сколько это давать будет Опыт Стоимость на улучшение Юнитов Это космическая гонка Ну, предположим Меньше усталости Так Наши торговые пути К городу Союзника Слушайте, кстати А нам вот это На самом деле И не надо Потому что Мы последний проект Будем Великим ученым делать И все Мне даже не нужны Военной академии Так что я не буду Это ставить Так Это нам не даст Ничего Ну, можно Рационализм Опять поставить Какая-то наука Довольство Гражданский авторитет Ну, там Буквально Несколько Губеров только А точнее Три Ну и Последним Да, кстати У меня при этом Еще уйдет Производство Ну, знаете Что? Мне надо Мне надо Построить здание В Правительственной площади Наследство Карточку Наследства От коммунизма Которое Производство Даст Вот Вот ее мы сюда Поставим А вместо А пока до этого Стадионы Счастья Центр коммерции Общественный транспорт Все как-то Все это как-то Мне не надо Музыкальная Цензура К союзнику Лояльность За каждое Повышение Ничего не надо Ладно, давайте Торговое наследие Пока поставлю Изменю И как раз потом Торговое наследие Коммунистическим Ну вообще Наука такая же Осталась В итоге Пока Что-то этого Флотоводца Никто не хочет Забирать Тут нам что-нибудь Надо Ваши международные Торговые Пути Две культуры Две науки Маловато Маловато Не пойдем Запуск колонии На Марсе Вообще За 25 Если инг Будет по одному Ходу То в принципе Я за 25 Ходов Могу его догнать У меня Во всех Городах Есть Ускорялки Надо Как-то Быстрее Испанца Забирать Чтобы у меня Города Начали работать Скорее А вот А вот Кореец 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 Сейчас Использовал Нет Нет Фуф Кореец Сейчас Использовал Эти Истребители Корея Против Против моего Против моего Против моего Против моего робота О, прогнозирующие системы украли Это кстати Здорово А нет Не здорово Оно Блин Тупиковое Черт Так Робота Наверное Надо все таки Спасать Тут у нас Алюминия Достаточно Я бы лучше Вот эти города Пытался захватить Сарагос Короче То есть Тут все Отвалится Сейчас Странно Почему Барселона Отваливается Меньше Чем Сарагоса Хотя В Сарагосе Минус Двенадцать И она Столица А тут И девять Жители А Барселона Всего Четыре Жителя Испанец Случаем Не в культурном Союзе С кем Нибудь Из Нет Тогда я вообще Не понимаю Почему Барселона Хуже Отваливается Чем Сарагоса Ладно Тут Испанца Можно уже Не атаковать Его Через Три Хода Походу Не будет Барселону Можно Атаковать Вот Кого Можно Атаковать Я не знаю Как ее Забрать С другой Стороны Да Блин Не убили Атаковать Атаковать Умный материал. Во, умные материалы ускорения. А сколько он будет? Три хода. Ну, нормально. Мы вряд ли ее сейчас увидим. Так, а через три хода последнюю деталь, возможно, могу закончить. А почему Мимфис голодает-то? Я не пойму. Давайте вот это передадим. И Аншан через ход умрет. Давайте овечки вот эти отдадим. А, вот, наверное, овечки перешли дирархию, и он поэтому голодать начал. Так. Так, угля внезапно достаточно стало. А почему? Нет, это что-то неправильно. Так, тут никто помириться не хочет с нормальными 200 вход. Ага, сейчас. Разогнался. Ну, они помирятся нормально, когда кризис закончится. Потому что они, типа, ради кризиса этого воюют. Не, ну, 113 вход. Так, что у нас по культуре? 24 хода, по науке 1 вход. Нормально, ребята. Еще держимся. Нет, ну, я дружбу не буду, конечно, с Александром заключать. То есть, у нас договоренность его обвинять. Я просто его не обвиняю тупо, потому что это ни на что не влияет уже сейчас. Лень. Время вот это, прощелкивать все эти 10 чуваков. Да то, что ни дружбу, ни союза с ним не имею права заключать, это точно. Инка можно обвинить как лидера, кстати. Давайте мы его обвиним, чтобы не быть в хороших отношениях. Интересно, смотрите, какая территория у Мадрида, да? Присоединена странно. Я бы скорее и хотел мир заключить, действительно. Опять. Помощь. Сейчас у Мали еще миллион денег будет. А, у нее нет миллиона денег, у него с миллион денег у других. Так, третий проект запустили. Получили кучу культуры. А, все-таки прогнозирующие системы не тупиковые. Блин, тут все. Ладно, давайте робота откроем. Блин, тут еще столько открывать надо. Фак. Четыре хода у Эфиопа. Черт. Да, Эфиоп меня больше беспокоит. Тоже, следовательские гранты. Тут остается нам дождаться последней ступени ракетной. Кто-нибудь еще четвертую запустил вообще? Минилик еще запустил. Минилик и в науку, и в культуру. Минилик. 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 Так, этот Втоледо Втоледо Внутренние торговые пути Они поспокойнее Их никто не разграбит Давайте здесь Всякие Эти построю Электростанции Я думаю не строится Потому что военный лагерь обстреливают Поэтому Не могу ремонт внешних укреплений А вот здесь сделаю Решил проматывать вам Ход Ну переход хода Если там только что-то интересное происходит Так Давайте запретим расчистку местности Потому что у меня вообще лесов нету Прирост населения Давайте Лояльность Ну а что нам? Куда нам расти? Или все-таки Давайте население У меня там в некоторых городах не хватает вообще ничего Так Убираем очки греку Ну климатические соглашения Пускай тоже пройдут Посмотрим Вот это то что у них миллион денег Это несомненно глюк То есть это не отскалировано Просто скорее всего по скорости Помощь от Так Запрещает вырубку леса Зашибись Минус пять лояльности У Эфиопа Интересно кто за это голосовал Сам Эфиоп голосовал Португалец Англия Португалец и Англия Так Два очка дипломатической победы Мали Ну у него там по-моему нету Шансов на победу Дипломатическую Сейчас проверим Один световой ход Один световой год Так Культура Уже тут Византия Слушайте тут аж трое пытаются И дипломатия Пятнадцать очков Ну следующее голосование Через двадцать ходов Мы до этого даже Наукой Даже тот же Инк Может наукой победить Поэтому дипломатии Тут уже точно никто не победит Продолжение следует... Первая ветроэлектростанция Ну опять минус пошел по углю Странно Откуда он Откуда он пропал Грубо говоря Так Александрия Через ход Присоединится Кадис Следующим ходом Сарагоса Отвалится Через два хода Может Барселону Пытаться все-таки Взять какой-нибудь Построить тут кораблик В Мадриде Сминец Потому что она долго будет отваливаться Не знаю по какой причине Я серьезно не понимаю Почему Барселона Медленнее отваливается Чем Сарагоса Хотя в Сарагосе И население больше И она столица 906 золота И умные материалы Добыли Давайте смотреть где они Это важно О Блин Так я мог раньше Так у меня 4 хода Отлично Черт Видите ну Мы не знали что они Там так Кадис ко мне присоединился И начинает сразу Отваливаться Серьезно Если мы вот так сделаем По идее Должен перестать Отваливаться Ну посмотрим Так Следующим ходом Военная агрессия Закончится Рабочего захватили И Осудим Еретика еще Прям Комбо Короче Этим роботом Вероятность Побега Здесь Продолжаем Пожди Система наведения А нормально Нормально Они нам все равно Нужны Так в кадисе Я бы наверное Лабу купил Просто И сразу Исследовательские Гранты Блин Тут Не хватает Жителей Что там опять С культурой Семь ходов С наукой Один ход Один ход Не знаю Когда они Планируют Ускорялки делать Я напоминаю Что у меня Практически Во всех городах Космопорты Есть Очередная Военная Агрессия Бесславно Против Египта Разваливается Я получаю Плюс 2 единицы Боевой мощи При нападении При атаке На город И 200 единиц Мирового влияния Окей Ну что Может Мир 200 Вход Австралия Что-то Они как-то Все равно Не особо Хотят 180 Ну может И хрен С ним Тогда Не собираюсь Тут Перед ними Выделываться Честно говоря Хотя Вот тут За За Алмазики Я бы Знаете Однократно Я ему Что-нибудь Заплачу Мне сейчас Деньги Точно Однократно Не нужны Вот так Да Блин А Слушайте Может Он уран Хочет Давайте Мы ему Например 30 урана Дадим О О Нормально Так Это Принимаем Давайте Глянем С кем Я еще Могу Мир Заключить Ради Ресурсов Джинсики Есть А Но ему Нечего Дать Перс И Персу Нечего Дать Блин Надо было Хлопок Надо было Хлопок Португальцу Продавать Так Я говорил Что Инка Осудить Надо Австралии Точно Нифига Не Надо И Корея Тоже Ничего Нет С Андрея На латми Ко мне Присоединилась Кайф Так Тут Наверное Ремонтируем Рынок Так Акадис Все еще Отваливается Да Давайте Наверное Тогда Амани Пересадим Потому что Вальядолит Изначально Даже Не Отваливался Акадис Так, Сарагоса Следующим ходом Ну, мне бы что-то присоединить Из этого, на самом деле Где тут кампуса покруче Лас Пальмос С другой стороны Тут вон армии нападают на меня Блин, тут у него еще мобильный ЗРК У меня не дает алюминий обработать Блин Не хочу вытаскивать оттуда Так Амани переведем В Кадис Рабочим стоим Этого рабочего в город давайте Подождите, а не смогу ли я Или я потеряю прям ход Я проверю Если он захватит, фиг с ним Проверил, что потеряю ход Так Так Не знаю, что они все ко мне лезут Честно говоря Военный Союз у них распался Кризис Не прошел Взять я ничего не могут 141 сила в городах Я сейчас, по-моему, еще одного робота возьму В Золотом веке По-моему, я смогу еще одного взять 450 науки О Ну Еще и пленного шпиона мне отдает Кайф А может ты мне еще джинсовую ткань дашь? Отлично Отлично Ее Так Этот из войны вышел И португалец А, подожди Так, с португальца я уже заключил мир Не, не, чувак Так, перс, Австралия и Корея у меня остались Осуждает меня Великобритания Так, Австралия не предложит мир? Предложит Зашибись Еще и шедевры свои отдает Вот почему они Прошлым ходом Не готовы были Заключать мир Требовали от меня Каких-то диких денег А сейчас вдруг Начинают вот это делать Ладно, пофигу Да подожди Ты же только что Ладно, я соглашусь Вроде ж на равных сейчас только что было О, слушайте Тут у Византии Кучу этих есть Отлично Кучу счастья есть Так, у меня сейчас должно быть Под 500, наверное, науки А Корея не хочет мириться Интересно Еще один македонский город Ко мне присоединился Где-то лояльностью Где-то оружием Но Египет Все-таки стал империей Нет, политический курс Мы не будем менять Блин, мне надо Я забыл совершенно про Коммунистическое наследие Что его построить Надо Вот эту Какой-то из этих зданий Наверное Наверное Королевское общество Так, что у нас По победам Один вход Один вход Все еще норм Культура Вроде тоже без шансов Пока Не забрали рабочего Прикиньте Так, зашибись Значит С алюминием У нас все зашибись Теперь надо только Уголь покупать Так, почему Сарагоса Корея отваливается Объясните мне Ну вот Последний город Испании Барселона Но почему только Минус 3 А, это я получил Обратно Давайте в Адисабебе Попробуем Красть техи Не понял А почему я могу Только сюда стрелять А сюда не могу Что за ограничения Так, тут у нас ЗРК Закрывает его Поэтому я буду Урон получать Поэтому я и не хочу Туда обстреливать Корея, мне кажется Не хочет отмириться Потому что у нее Типа Куча армии Так, а что копать где Какие у нас Сюда Наверное В Корею Пойдем Все Кадис Уже не отваливается Мне кажется Вот эта Современная ПТ-команда Это последняя Армия Которая Осталась У Испании Дать Рабочего Здесь просто Построим Куча клеток Сломана Наглянусь Может еще кто Последний Проект Сделал А вот И Корея Мир Предлагает То есть Перс Остался У нас Только Упорный Так Ничего тут Не меняем Но там Можно Кибернетику Украли Я думал Системы Наведения Там Вроде Будут Ну Ладно Кибернетика Тоже Ничего Блин Вообще Очень Долго Вообще Очень Долго Дайте Виктора На Не Наверное Виктора Надо Пересадить Ай Вообще Там Лояльность И так Нормальная А Дайте Рейну Дальше Так По Культуре Два Хода У Эфиопа Уже Пишет Да Шо Ж Так Перс У нас Остался Не Желающий Мириться Знаете Мы Его Ураном Подкупим Или Да не Мы тут Не убьем Ему Юниты Лучше Замириться Лучше Не Мир Мир так какие когда они тут тут 5 ходов 5 ходов тут вообще но я бы сарагос убрал тут кампус посильнее вот эту сначала надо снести касочку блин то как так то да куда ты еще и и главное я сарагосу не вижу господи но это иногда каша приколы тут не добегу да никак черт а эту закрытая территория да что-то я тут тупанул увидим для лакару не будем обстреливать боевые мощи единицы влияния города с космопод сюда нам надо императив исхода и плюс 3 единицы энергии вот эту фигню нам надо будет ставить так тут и я бы поменял то что ты хотел поставить забыл блин вот только что думал а мне бы карточку так этому сколько тут осталось они сколько он не тырит до система наведения так тут на значит источники найти я хочу поставить карточку опять забыл на что я хочу карточку да что такое вот какую-то зеленую а вот как двойной эффект куда-то отправить послов можно самарканд засоюзить у меня 21 посол просто так как от что делает атаки анти кавалерийских и ближе полный урон нафиг надо оклинт ну оклинт знаете в оклинт можно просто 6 послов поправить чтобы он давал бонусы мини лик нету смысла и самарканд союзе честно говоря короче я бы просто поставил карточку чтобы двойные двойных послов получать меня током бембо и мини лик интересует как по-моему правительство написано да да корпоративная либо либертариан синтетического синтетической технократии не получится придется просто 6 послов ладно давайте значит так ну просто чтобы оклинт вот этот плюс 3 производства давал давлю может так тогда просто действительно к гуану рапануи по отправлять какая разница можно было раньше это сделать честно говоря ну вообще 60 60 культуры сверху добавила можно было реально раньше сделать а и и и и и и Оливки обработаем. Мне вообще Барселону надо в первую очередь взять, чтобы испанца больше не было на карте, чтобы эти города не считались Валийдолит, Мадрид и Толедо оккупированные, чтобы они больше начали давать выхлопа. Ну что, два хода мини-лиг написана была культура. Сейчас следующим ходом глянем. Не, ну нафига нам это все? А вот на счастье Ресы надо. Эпоха будущего. Больше уже, больше эпох не будет, кстати, последняя эпоха. Хотя я впервые, по-моему, до такого доигрался. Так, ну и можем мы тут взять единственный в золотом веке я и Александр в героическом. Но еще одного робота возьмем, я думаю. Хотя, хотя шпионов тоже прикольно, типа, чтобы быстрее идти. Наверное, все-таки шпионов. Наверное, все-таки шпионов мгновенно обосновывается и время против других на 25% сокращается. Плюс у меня еще эта карточка стоит. То есть на 50% быстрее. Так, что у нас по культуре? Ну мини-лиг близок все еще. Наука, один ход, один ход. Тут все еще шансов много. А сколько пишет Барселона? Будет минус 6. Это 8 ходов. Да, надо быстрее брать. О, не долетает. Вау. Тогда в Мадрид. Так, продолжаем исследовательские гранты. Блин, сегодня 450 науки. Там мне с кем-то торговля, по-моему, завершилась. Надо сейчас будет глянуть. Блин, реально я, по-моему, доиграл впервые до момента, когда просто больше нету эпох. Послушайте, последний этот надо запустить. Последний проект. Все. И у меня четвертая ступень пошла. И Конга, кстати, закончил. Этим ходом. Так, ну тут вопрос. Кто в ускорялке? Кто начнет в ускорялке первым строить? Надо будет еще рабочих поднаделать. В конце. Все. Все великие люди взяты. Блин, мне надо его к Барселоне. Но я к Барселоне пройти не могу никак. Там мне надо, типа, открыть возможность прыгать через горы, вот эту кибернетику. Самое интересное, что они все в межпланетном полете. Я не знаю, почему они ускорялки не делают. Если вы не измените направление... Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Апнем, кого мы апнем? Рейну. Так, зеленая энергетика в Иуну. Можно будет торгать. Покупаем. Везде рабочих. Чтобы ускорять. Ну, не везде, точнее, а где у нас есть космопорты. А космопорты у нас... Давайте посмотрим, сколько вообще космопортов построено в мире. Пятьдесят семь. У меня раз, два, три, четыре, пять. Пять космопортов. Блин, копаться больше негде. Ну, значит, стоим. А, пускай какой-нибудь сюда поплывет. Но я с закрытыми границами не могу пройти, копаться. Силовые ячейки попробуем украсть. Это вот эти, да? Я бы, конечно, умные материалы лучше хотелось бы. Ну, давайте атомную электростанцию здесь поставлю. Так, надо все равно угля будет сейчас купить. Тем более, что за уран мне его с большим удовольствием продают. Сейчас меня осуждать будут за то, что я уничтожил Испанию. А, Александру не нравится, что теперь я войну никакую не веду. Я вернусь. Плазбище плюс пища. Ну что, поставим авиакосмические подрядчики. А вот вместо чего вопрос? Может, вместо рационализма? Или вместо вот этого? Зачем мне тут? Я все равно, да, вместо управления ресурсами, потому что я тут получу явно больше алюминия. Господи, где эта карточка? Теперь, по идее, у меня еще должен уголь меньше уходить, потому что... Ну, давайте-ка морской порт построим. Купим точнее. Я бы еще и здесь купил. Потому что он влияет на ресы плюс два золота во всех прибрежных клетках. Чем плохо. Так, строителей размещаем в космопортах. Раз. Так, этот лечим. Два. Три. Четыре. Пять. Еще надо будет сделать. Пять. День диверсии. Вероятность побега. Ну, давайте будем попробовать похищать. По идее, в следующем ходу у нас силовые ячейки должны появиться. Ну, смысл тут кампус строить. Давайте рабочих. Вообще, по-моему, бессмысленно что-либо уже открывать в культуре. Так, смотрим. Один световой ход, один световой ход, один световой ход. Ну, и у меня один. Не знаю, почему они ускорялки не делают. Не спрашивайте. Вообще без понятия. Блин, а как мне, посмотрите, сколько еще осталось у Инка? Ну, где-то вот впритык-впритык получается, честно говоря. 12 тысяч веры внезапно. Я не очень понимаю, откуда. Отлично. Вот наводнение вообще ничего мне не делает. Силовые ячейки добыли. Деньги похитили. Лакаруния и Лас Пальмас присоединились. Все-таки... Вот это с самого начала должна была быть такая империя моя. Ну, как с самого начала. С самого начала мы должны были захватить испанца. И таким образом... Дальше существовать. В Лакаруни тоже нету кампуса. Да елки-палки. Вообще бесполезные города. Да. Так, а вот тут есть. Лабу купим. И исследовательские графты. Использовательские графты. опять невозможно ничего украсть вообще странно так 7 послов посылать некуда взглянем к гуану захватят если я за союжу рапануи так что не дают дополнительно культуру нафиг надо рапануи там можно строить муаи давайте окланд что просто уменили к меньше производства стала то есть через четыре хода ускорял ки у нас так раз два три да можно обработать вообще красиво стало с опландом вот в испанских городах да и здесь в общем то да все-таки слишком медленно мне кажется я захвату посмотрим посмотрим даже не собираюсь сарагосу атаковать сама присоединиться три хода до межпланетного полета трем все отвалился персия когда-то киота захватывала просто максимум в науку и идем в ускорялки во всех остальных городах строим строителей для того чтобы они дальше ускорялки делали не ничего красить странно давайте может натуралиста купим правда не знаю где я тут могу а вот тут кстати вот тут нас заказник вполне становится так где ничьи еще вот тут может заказник быть да давайте еще купим это все-таки счастье вот тут кстати можно убрать ферму вот тут эти две фермы убрать и тоже заказник встанет это все-таки это все-таки это все-таки Блин, а чё два хода? Почему улучшенный и два хода теперь открывается? Чёрт! Ммм, вот это хреново. И два хода ускорения его, блин. Мне нужен межпланетный перелёт. Ну, может, он украдет как раз межпланетный полёт, этот шпион. Будем надеяться. Так, а чё он тут вот не ставит? Потому что тут дороги, наверное, есть. Дороги поубирать. Блин, я хотел там же убрать. А, кстати, я могу здесь... А, не на моей территории. Так, культура... 35 туризма не хватает Наука 1 световой Я не знаю, почему они ускорялки не делают Тут жалко непонятно, на самом деле, сколько Но Где-то в районе, я думаю, ему 5 ходов осталось 7-5 Не знаю, где-то так Опять стихийное бедствие Которое мне ничего не делает Или это вообще не у меня было Блин Ну это тот, который Деньги тырил, ладно, это не науку Блин, а как дороги убирать? Вообще никак, да? Это, кстати, жалко Так, почему А, этот появился Не могу на боевую готовность поставить Потому что рядом есть какой-то Противник Ух, такía, тырjat Мне кажется, какой-то Только Как-то А где-то А где-то Как-то не давайте я не буду уровень я лучше сразу улучшены и попробую украсть вдруг она перейдет на следующую видится 7 из 25 преодолел когда я начну ускорялки будет 9 из 25 мне наверное 15 даже два раза хватит ускорялки если конечно там у меня кольцовки я не успеваю за инком такое ощущение имеется блин и буря лицом 2 хода межпланетный полет цель больше не кто блин 2 хода не все не успеваю походу к сожалению не успеваем почему-то два хода последние техи стали открываться вместо одного не знаю почему у меня не уменьшалась наука что может чем-то торговать я закон ну вообще да или нет или это просто я у испанца по захватывал и поэтому что я не вижу чтобы я с кем-то мог торговать блин вот в пятерке так хорошо видно какие ресурсы можно и в четверке тоже что-то какие-то ресурсы может купить тут шестерки приходится это все прощелкивать просматривать вот деньги не нужны реально только смолей было да два хода лишних каким-то образом у меня организовалась среди чуть-чуть да просто чуть-чуть знаете я тут оставлю давайте-ка я здесь уберу что я и так открою следующим входом а в этих городах сохраню производство ну там где у меня стоят космопорты на ускорялке вдруг этого хватит так все тут все производство мы оставляем и заканчиваем ход мне такое ощущение что прямо сейчас улетит инк вот этим ходом смотрим и нет еще играем там опять культурой пытается мини-лик два хода но она фиг знает короче кто тут близок так давайте наши ускорялки вот вот Продолжение следует... Ну, где мы еще? В аншане. Так, теперь используем... А, ну так не заканчивает, да? Тогда этих типа ускоряют на ход. Да. Да, блин. Давно два хода. Надо было оттуда еще караваны напускать. Да, блин, почему не хватает производства, чтобы на один ход сделать? Блин, еще и ускорялки один ход, ну, долго строятся. Не верю, что мы тут успеем. Только у меня преодолено 10. Явно, мне кажется, следующим ходом по чеку так побеждает. Буквально, не знаю, не хватило... Я думаю, хода два как раз и не хватило, в общем-то. На самом деле. Сейчас посмотрим, конечно, но ощущение именно такое. Ну, и почему здесь не ставится? А вот тут непонятно, почему не ставится. Вот это место для нацпарка. Тут все убрано. Может, следующим ходом? По этим ходам тут что-то было еще. Виктория воспользовалась ядерным оружием? А в кого? Вал, первый раз еще вижу, чтобы в Корею, видимо. Первый раз вижу, чтобы, да, в Кёнджу, чтобы компьютер использовал ядерное оружие. В Кёнджу прилетела ядерка, вау. Вот и поражение. Ну, в общем, два-три хода. В смысле, культурное? Вау! Все-таки культурный эфиоп. Я думал... Ну, там инку, ну, буквально, наверное, ход оставался, получается. Вот, честно, очень удивительный результат. Но поражение заслуженное, конечно. И... Показывает... Я не считаю, что... Да, место плохое было, но я все равно считаю, что с таким местом можно побеждать. Проблема, в первую очередь, в моих действиях в начале, потому что... Вообще, и настроения не было никакого. Вообще, это, по-моему, самое мое сложное прохождение, я могу сказать своему опыту. То есть, самое сложное прохождение на канале для себя не в плане сложности игры самой, а в плане того, что мне очень не хотелось это все записывать вообще. То есть, когда такое в мире происходит, и... Ну... Ты играешься в игрульки, то есть... Ну, вообще, просто такая депрессия, естественно, навалилась. И те люди, которые говорили, что я не должен ничего говорить про войну в Украине... Поймите, если бы я не говорил, то этого прохождения бы... В принципе, не было. То есть, я не могу сейчас записывать видео, ничего не говоря. Я просто не могу это сделать. Просто не могу. Это невозможно делать вид, что ничего не происходит. Для меня, я не знаю, если вы так живете, что для вас это норм, что вы там приходите куда-то отвлечься, и чтобы там не разговаривать об этом... Как вообще об этом можно не разговаривать, когда... Так... Люди погибают просто ни за что. Даже цель непонятна всего этого. Сделать Россию снова великой, что ли? И вот, понимая все это, у меня не получалось в цивилизации отвлечься, например. Просто не получалось. И это влияло на качество прохождения. Ну, как Артем написал, что, мол, судя по этому прохождению, тебе надо, чтобы кто-то в начале лажал ходов 60, потом давал тебе сейв, и ты пытался из этого вырулить. Как видите, мы вырулили, но, еще раз повторю, у нас был челлендж еще не заключать мир, если мне объявили войну. Вот в тот момент, когда я заключил мир, собственно, я этот челлендж тоже нарушил. А если я не заключал мир, там уже 100% поражение. Чисто из-за несчастья. Там невозможно было бы это несчастье куда-то убрать. Так что, со всех сторон здесь проиграно. Но главное, почему это произошло, это плохое, плохие военные действия в начале партии. Только поэтому. И даже, в первую очередь, что я не те юниты строил, не там поставил города, потому что голова была совершенно другим занята. Вот первую серию можете посмотреть. Первая серия — это пособие для того, как не надо играть против компьютера на божестве. Потому что я там во многом действовал скорее как, знаете, так просто не задумываясь, как будто я в ФФА играю, и как будто вокруг соперников близко нету. Вот как-то так я действовал. А у меня и соперники рядом были, и место плохое. И воевать надо было с самого начала, тем более, что уникальный юнит у меня есть. Здесь мне не хватило для победы 2-3 хода, вот по моим ощущениям. Причем я эти 2-3 хода, я не очень понял, почему у меня последние 2 техи по 2 хода откроются, а не по одному. Хотя они там стоят, ну столько же стоят, как и те предыдущие техи. Куда это делать? То есть я вот это 2 хода мог сделать. И каким-то, и не каким-то, а конкретно я слишком много из ракедета отправлял караванов, мне надо было поровну распределить караваны по всем 5 городам с космопортами. И там бы у меня ускорялки по одному ходу строились. Точно. То есть если бы я это сделал, я тоже мог победить. И, но с другой стороны, опять, чем занимался Инк, например? Почему он никаких ускорялок себе не построил? Почему это ничего не произошло? Давайте, знаете, что я еще вам покажу? Есть такой... Тут я еще один мод поставил. Вот так, история карты. Давайте его глянем, я буду на фоне рассказа. Посмотрите, как вообще сама игра проходила. Ну, я, кстати, впервые вижу, чтобы компьютер побеждал культурой. Причем на такой огромной карте, конечно, там что-то мини-лиг себе устроил. Но это вот показывает, что шестая целая немножко как-то, ну, с какими-то перекосами. Вот сыграл игрок плохо, и вот появляются возможности. А играет игрок хорошо, и компьютер как-то хренью какой-то занимается. Блин, а можно мне посмотреть финальный ролик? Пожалуйста. Вот эта вот история карты. Это мод тоже, я его специально поставил, чтобы можно было его включить в конце партии. Можно уже ход начать, наконец-то? Ну, еще раз повторю, самая тяжелая для меня в моральном плане, конечно, партия. Себя было заставить записывать прохождение. И в первую очередь, конечно, мне помогли те люди, которые донаты мне бросали. Хотя тут именно не в деньгах дело, а в том, что когда они бросали, я чувствовал, что, ну, значит, я им обязан это все-таки записать. Так. Так, а как? С самого начала. Понеслась. А жалко, что показывает только то, что я открыл, к сожалению, а не все. Вот даже звуки есть. Боже, там 100 леда, столько захвачено, отбито. Вообще, кстати, прикольно это посмотреть. Вот, благодарен людям, которые присылали донаты. Потому что я себя заставлял, что мне надо допроходить все-таки эту партию. И, в принципе, получилось необычно-то. На будущее... Буду кидать, показать, как я проиграл против компа на божестве. Ну, еще раз. Ну, конечно, где-то и в конце были ошибки. То есть, можно было быстрее как-то открыть. Возможно, быстрее можно как-то было Испанию забрать. И за счет этого больше науки получить. Мне, по счету, 2-3 хода буквально не хватило. Давайте глянем, насколько я улетел уже на 11. И сейчас я преодолеваю 3 световых хода в ход. В следующем ходе я буду уже преодолевать 8. То есть, это будет 14 в ходе. Да, 3 хода получается. Ну, 2 хода с нынешнего. 2 хода с нынешнего. Буквально не хватило улететь. На 2 хода открыл бы эти техи. Тут бы правильно распределил, и я бы победил. Ну, опять вопрос к компьютеру. Почему он не строил ускорялки? Почему инк просто вот по одному ходу? Они что, вообще не умеют? Никто, никто вообще не строил ускорялки. Никто, в принципе, из тех, кто вот 4-ю эту сделал. Только я один как дебил. Но вот такое получилось прохождение. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что поддерживали. На этом все. Играйте в умные игры. И слава Украине. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.